российский политолог социолог мыслитель и наш большой друг дмитрий орешкин дмитрий приветствую немножко приподняли спасибо но я думаю что моя роль поскромнее благодарю вас ну знаешь я так давно тебя не видел если честно лично и очень рад что ты присоединился к нам на канал я надеюсь что это будет происходить чаще твое мнение всегда очень точно и мало кто лучше тебя понимает настроение россияны я вот поэтому хотел начать именно с этого как ты оцениваешь вот прошел месяц после начала войны как ты видишь эволюцию общественных настроений в россии ну я бы начал с того что общественные настроения очень разнообразно это из там может быть из-за бугра окажется что все русские орки или все русские сталинисты или все русские западники в общем на самом деле есть всего понемногу и вопрос том какая какая часть доминирует и куда идет процесс вот я бы сказал что динамика последних трех месяцев скорее было в пользу путина потому что он сумел консолидировать значительную часть своего электората угрозами и сказками про войну наше общество она сильно милитаризована почти все мужчины служили в армии и она мыслит мир вот в этими категориями кто кого побеждает кто кого нагибает кто кому чего доминирует и кто кому приказывает путин говорит на понятном этому сектору нашего электората языке и этот этот сектор путину аплодирует он думает что мы поднимаемся с колен ну это иллюстрируется опросами левада центра левада центр самый независимый социологический центр из всех в россии существующих поэтому он единственный по моему социологический центр который называется иностранным агентом фоум в циом другие структуры там типа ромира они этим званием не отмечены зато многие из них отмечены близостью к кремлю так вот левада центр каждый месяц спрашивает у уважаемых соотечественников в правильном направлении идут дела в стране или в ошибочном очень простой вопрос но зато каждый месяц в течение там по моему 20 лет задается интеграль в декабре прошлого года 47 процентов стали что в стране дела идут правильно соответственно 53 ну или считали что неправильно или не могли определиться в январе 50 процентов говорили что в правильном направлении а феврале 52 процента это небольшой рост это не крым наш когда был 85 86 процентов поддержки но в целом милитаристская риторика сыграла путину скорее на пользу хотя я бы отметил вот очень скромный рост он есть но он скромный ожидаемого такого восторженного настроения связанного с маленькой победоносной войной не получилось и это важно потому что и во время крымской войны и во время скажем так грузинской войны и во время чеченской войны когда вот эта часть общественного мнения которая ориентировалась на владимира путина получала сведения с полей боевых действий сплеск популярности был значительно мне кажется очень важно также и то что скорее всего этот всплеск довольно быстро сойдет на нет не знаю какие будут мартовские данные думаю что еще нет не произойдет перелома а вот в апреле и ближе к маю подозреваю что человеческие настроения начнут меняться второй очень важный вопрос это то что внутри себя вот это российское общество которым мы имеем удовольствие принадлежать очень неоднородно когда мы берем структурируем данные опросов выясняется что люди моложе 30 лет в большинстве своем значит пожалуйста слушайте что я говорю в большинстве своем не все никогда и не и не единообразно и не все сплошняком большинстве своем люди моложе 30 лет высказываются против войны большинство не подавляющее но тоже заметное больше 50 процентов и опять же в большинстве своем не все совсем не все но там 60 70 75 процентов людей старше 30 лет прошедших советскую школу армейского служения легко отзывающиеся на вот такой вот зов военной трубы вот люди этого поколения и мужчины и женщины чаще военную операцию поддерживают и они же чаще верят что таким образом путин их защищает от агрессии украины литвы и латвии и так далее и всех прочих которые на самом деле есть всего лишь марионетки запада а еще конкретнее соединенных штатов вот эти люди воспитаны в такой советской картинке мира им кажется что украина это вовсе и кстати говоря путину по видимо так кажется что украина это вовсе не самостоятельное государство но путин так и сказал не до государства это никакая не нация это ну такое в общем заблудшее племя русского народа мовороссийцы и в общем это братский спор славян между собой а соединенные штаты только подначивают и на самом деле путин воюет не с братскими украинцами а составленниками соединенных штатов они глотают вот эту пропаганду насчет нацистов насчет украфашистов насчет бандеровцев причем даже если это противоречит их своим собственным наблюдением или там жизненному опыту родственным и дружеским связям с украинцами они верят телевизору я хочу сказать что это да это сейчас так полагаю что через два-три месяца ситуация сильно изменится прежде всего потому что план предполагалось ну кто такие украинцы да значит ну и там америка их накачала они пойдут воевать нацисты а на самом деле нормальный украинский народ он целиком за россию он сбросит это как там путин говорил нацистов и наркоманов и сольется в братском поцелуе с российским народом многие так и думают а на самом деле совершенно не так но это долгий разговор отдельный совершенно мы с вами говорим про социологическое данное про устройство нашего общества ну так вот каждый день дмитрий можно да что то что у меня есть два таких конкретных вопроса и вот первый вопрос мы уже несколько раз говорили в нашем эфире с разными людьми которые пытались проводить исследования в россии все отмечают одну и ту же тенденцию что количество отказов от ответов она резко возрастает то есть не что не в ходе опроса люди гид но не знаю там и не буду отвечать а что они просто отказываются в принципе принимать участие в социологическом исследовании и что если там до начала войны для социолога была нормой что там порядка 30 процентов которого там позвонили в ходе там телефонного опроса людей соглашались ответить на вопросы в принципе да то что первые недели после войны это количество сократилось там до восьми процентов а сейчас вообще составляет в районе пяти насколько ты считаешь это правдивой информации не говорит ли это о том что существует много скрытых противников войны которые просто нам в принципе не хотят на эту тему разговаривать я не понял илья что уменьшилось было 30 процентов стало 5 процентов которые согласились в принципе отвечать на вопросы исследования еще до того как им задали вопрос ну вот как уже нам да нет а не знаю я буду отвечать когда услышал вопрос а тут вообще люди в принципе в исследовании не участвуют таким образом они не попадают в статистику так еще раз было 30 таких отказников процентов 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 которые соглашались участвовать потом их стало 8 но стало 5 сейчас то есть грубо говоря один из 20 которым позвонили по телефону в принципе соглашается говорить социологом ну я опять же опираюсь на данные левада центра там таких цифр нет хотя да из разговоров социологами я фиксировать могу сказать что больше людей пребывает сомнениях они предпочитают не отвечать и одновременно растет группа людей которые боятся отвечать не говорят я не знаю а говорят я не хочу отвечать и конечно это не от хорошей жизни делается потому что когда человек обычно стремится присоединиться к социально одобряемой манере поведения у нас телевизоре сейчас социально одобряемая манера это поддерживать владимира путина и негодовать на соединенные штаты которые разжигают огонь брата убийственной войны это абсолютно ясно отчетливо одобряемая манера рассуждения который транслируется нашим телевидением и тем не менее мы видим что растет количество людей и уж я не знаю 20 раз она выросла там один двадцати сейчас соотношение но растет количество людей которые избегают выражения своего мнения врать не хочется сказать правду страшно или им не хочется артикулировать что они ошиблись потому что у путина было большинство не надо по этому поводу заблуждаться конечно не электоральное большинство где они там 78 процентов нарисовали там процентов 15-20 приписки но все равно больше половины путина поддерживали и вот именно сейчас начинается то что социологи называют когнитивный диссонанс то есть картинка мира у людей начинается рушиться во первых раньше они думали что ну придут наши войска их встретят и соответственно войны не будет будет спецоперация вот эти нацисты наркоманы убегут они не убежали и более того они оказали мощное сопротивление и это видно от этого никуда не уйти и люди начинают понимать что что-то не так и кто-то их обманывал в то же время признать что тебя обманывали мучительно трудно потому что это значит что признать что ты дурак что ты верил поэтому люди уходят в нору они делают вид что не готовы отвечать или они говорят что я не знаю идите вы все социологи вы все врете я с вами не хочу общаться подбирают себе разные объяснения но мне кажется да эмпирический факт заключается в том что все меньше народу захлебывается от восторга все больше народу начинает сомневаться я поэтому и думаю что если вот крымская эйфория продолжалась как минимум три года и где-то только через пять лет выдохлась то вот это эйфория искусственно накачанная она выдохнется мне кажется клетку но не завтра услышали себя я сейчас задам еще один вопрос относительно итогов но я тебе просто хотел пояснить вот то что я сейчас спрашивал и может быть если ты как-то на досуге поговоришь вот с коллегами из той же самой левады на эту тему очень интересно что они тебе кулуарно расскажут потому что вот когда ты говоришь про то что не видно этого в данных социологических опросов про отказы от ответов то здесь имеется ввиду что попадает в статистику это когда уже человек принимает участие в социологическом опросе и вот слышит конкретно отходитесь к относитесь к войне и он говорит на этот вопрос я отвечать не буду но он как бы уже принял участие в опросе то есть он там в этой там полутора тысячной выборке он уже зафиксирован как человек который в ней участвует и он вот в ней отказался от ответа на данный конкретный вопрос а если человеку позвонили и он просто сказал не социологами я вообще не буду ведь он не попал статистику как отказ от ответа на конкретный вопрос то что он просто не принял участие в исследовании то есть на самом деле звонков для того чтобы получить сейчас полутора тысяч ник надо совершить если вот раньше их надо было совершить там четыре с половиной пять тысяч чтобы получить полторы тысячи значит принявших участие в ответе то сейчас надо обзвонить там 30 тысяч человек для того чтобы получить то же самое полторы полторы тысячи это не попадает в отчет социологов вот я про что говорю тут мы говорим примерно об одном и том же да да больше больше значительная часть людей растущее число людей побаиваются просто потому что ну кто там знает кто тебе по телефону звонит а потом тебе придет товарищ майор так что лучше промолчать и конечно это дурной знак не в пользу владимира путина но я хотел бы сказать в оправдании социологов что вот эта панель ну 1600 человек она же не фиксированная то есть это это всякий раз разные люди это не значит у кого-то нашли кто говорит я за крым и его каждый месяц опрашивают не поменялась ли его точка зрения нет конечно ко всякий раз это разные люди просто они принадлежат ну там по определенному образу построенной репрезентативной выборке да в авторитарных режимах социологи получают довольно экзотические результаты потому что если вы опросите например 150 или 200 или 2000 человек северной кореи все вам хором скажут что они целиком и полностью за ким чен и на просто потому что они ничего другого не представляют и поэтому надо понимать что к любым в общем-то социологическим вопросам надо относиться так вот со сдержанным скептицизмом но просто я не люблю когда огульно поливают а все социологи и секи не согласен я стопал согласен более того я считаю что и там и в целом и фом да они делают работу но просто поскольку они понимают какого бы результата от них не хотели услышать то они подбивают методику таким образом чтобы ну не получить неправильный результат по само исследование правой по-честному просто вот то есть у меня еще один вопрос этим связанным то если дело не касается политики то у них вполне бывает до качества результат да да абсолютно да согласен но у меня еще один вопрос связанный с тем что ты говорил вот ты повторил ту вещь про которую очень часто говорят и это действительно подтверждается всеми социологическими исследованиями что молодежь скорее против войны а старшее поколение скорее за войну хотя по идее в общем именно старшее поколение должно быть больше с травмой там великой отечественной и так далее но но тем не менее да то есть они зато более легко подвержены влиянию телевизора но вот было недавно одно исследование которое проводил роман юниман известный муниципальный депутат московский кстати националистических взглядов то есть таких но можно даже сказать крым нашельских да то есть вот это не он не либерал хотя его там активно поддерживал навальный там и все остальные но но не либеральных взглядов и это было исследование конкретно про отношение людей к войне она точно также подтвердила вот эту закономерность что молодежь больше антивоенная молодежь старшее поколение больше про военное но при этом у него было был вопрос которую я очень мало вижу в исследованиях почему-то до других социологов это относительно страт не демографических а страт по доходам и вот там вы выявилась интересная тенденция что единственная страта с точки зрения доходов которые по исследованию юнимана была антивоенно настроена это были люди которые сказали что у них с трудом хватает денег на еду что они живут от зарплаты до зарплаты самые бедные это единственная страта в которой количество людей против войны было больше чем людей за войну ас а самый максимум количество людей за войну было среди тех которые говорили о том что они ни в чем не нуждаются что у них там денег сколько угодно то самая богатая страта дала самый большой процент за войну теоретически у этого может быть два разных противоположных разных объяснений одно объяснение может быть что просто как раз люди которых все хорошо по деньгам они просто там отказывались от по соцопроса а те которые согласились что они будут участвовать соцопросе они действительно как бы стоят на таких ура патриотических позициях и это дало искажение но с другой стороны это может иметь и это объяснение что бедные люди понимают что им самим жрать нечего а тут значит там миллиарды уходит на войну и они может быть бы и поддержали там и крым наш и там независимость днр и лнр если бы это не вело за собой дальше вот затрат санкции и всего прочего а вот со всеми последствиями они мириться не готовы что ты думаешь на эту тему ну во первых я бы хотел поближе посмотреть это исследование я сейчас могу его только своих слов воспринимать поэтому дело ведь в том что страты они живо им взаимно пересекаются например среди людей с высокими доходами часто бывает повышенная доля начальников небольшой секрет да начальники отличаются во первых больше информированностью во вторых большей зависимостью от руководства от действий так что здесь мы можем спутать эффект скажем номенклатурного статуса и доходов это одна сторона дела вторая сторона дела доходы чрезвычайно тесно конкурирует коррелирует с тем где ты живешь у граждан больше доходов там значит скажем у селян меньше но тем не менее социологи говорят что как раз в провинции поддержка такого военного патриотизма она выше поэтому мне бы хотелось посмотреть на конкретные цифры на структуру выборки чтобы вот так вот голословно не говорить я в это верю или я в это не верю позволь мне пожалуйста воздержаться от ответа чтобы не подвести исследователь если у них хорошая работа или наоборот не похвалить если у них она плохая я просто не видел этого исследования и поэтому глубоко зарваться не готов мне кажется из того что называется из опыта того что называется фокус-группа то есть разговоры просто с людьми специально подобранными по определенной выборке что они думают вот насколько я могу судить по социальным группам преобладает настроение ну с одной стороны есть конечно люди которые абсолютно и у них ясная позиция которая сформирована телевизором а с другой стороны все больше как мне кажется появляются людей которые или избегают или невнятно формулируют вот им как-то непонятно что происходит я бы это назвал фазы когнитивного диссонанса еще раз хочу сказать но это это признак того что общественное мнение начинает колебаться насколько я понимаю его характерное время процесса измеряется в месяцами поэтому я еще раз хочу сказать что к лету когда люди почувствуют серьезный удар по своему карману они они только сейчас начинают это чувствовать когда люди узнают что у кого-то у родни у знакомых пришел цинковый гроб когда они увидят что нет не просто месяц а уже полтора два месяца наша могучая армия топчется вокруг Киева Харькова и не может их взять неважно что вам там рассказывают почему не могут взять от избытка гуманности или еще от чего-то но у людей начинает в голове появляться все больше вопросов к тому источнику информации которым они привыкли пользоваться они привыкли пользоваться в основном телевизором значит извини ли я я не могу компетентно прокомментировать вот это вот разделение по стратам доходов но в целом мне кажется мы можем сказать что вот этот такой как там как кажется принято говорить среди украинских политологов вот этот ватный слой он он переживает трудности он переживает некоторые сомнения внутренние и в общем это вполне нормально для такой ситуации конечно хотелось бы чтобы это происходило быстрее но и так и так довольно быстро происходит общественное мнение вещь страшно консервативная ее несколько лет готовили и теперь вот чтобы она она за две недели переменила плюс на минус в своей картинке мира этого ожидать невозможно характерное время процесса измеряются месяцами не с тобой полностью согласен и собственно почему я задаю все эти вопросы о том что мы здесь очень часто в эфире обсуждаем и пытаемся поймать каким образом все таки наиболее вероятно будут происходить перемены в россии что больше надеется там на верхушечный переворот на народное восстание или мы должны исключительно говорить о том что будет вот военное поражение и там значит украинский ли солдат там не знаю американские солдатом кто угодно другой войдет в москву вытащит путина за шкирку из его бункера и на этом закончится режим и поэтому вот наличие значит какого-то какой-то готовности среди какой-то части населения да значит как-то против этого выступить это конечно очень такая мощная значимая информация тем более что я с тобой полностью согласен что вот у этого я очень люблю это слово ватного слоя действительно тоже начинается брожение и шатание мы видим как активно критикует эту военную операцию например игорь гиркин стрелков мы слышали заявление этого генерала и вашего незадолго до начала войны который призывал этого ни в коем случае не делать это все люди которые ну мягко говоря либералами не являются такие люди настроенные очень даже имперские и державнические они исходили именно из этих принципов о том что нельзя нельзя этого делать ну я начну потом о том о чем ты начале сказал как это может поменяться слабо верю возможность народной революции во всяком случае в ближайшие несколько месяцев к этому надо подойти надо созреть кроме этого вопреки тому чем у нас учили в школе про то что революция поднимается народными массами против эксплуататоров на самом деле революция сопровождается не только скажем так массовым разочарованием масс или там народа но и непременные условия это раскол в элитах когда он есть когда есть альтернативные лидеры на которых можно положиться тогда происходит революция будь то февраль семнадцатого года когда был раскол в царствующем доме романовых будь то девяносто первый год когда был раскол цикл партии будь то украина 2004 года будь то украина 2014 года везде был раскол элит и именно тогда уличные шествия и могут быть продуктивными потому что их использует какая-то одна группа элит в борьбе против другой группы элит а силовики думают а кто победит и надо ли по этому случаю стрелять в народ потому что если победит кто-то другой то силовикам будет мучительно больно поэтому они сидят и вы и выжидают и тогда на этом фоне уличные протесты могут поменять политическое устройство пока я не вижу раскола элит я вижу признаки брожения в путин в путинских элитах уехал чубайс отказался дворкович уезжают отдельные представители медийных или научная элита довольно быстро поднялась на крыло куда-то исчез шойгу и это очень нехороший признак для он серьезная проблема сердца я не я сейчас ничему не верю потому что это то же самое как буратино брали пациент скорее жив пациент скорее мертв а что жириновский умер а что жириновский жив а что уже у шайгу инфаркт а что он ушел запой а может быть его просто уже приняли на нары ну говорят что инфаркт ну может быть во всяком случае это все равно не свидетельствует о том что там все хорошо а герасимов где у них может быть но мне верится с трудом мне кажется что у путина начались внутренние трудности в то же время у него очень острое властное чутье и как только он чувствует легкий-легкий запах какой-то франды или фронды как только он начинает кого-то поздравить он сразу быстренько изолили мы неоднократно это видели их что на примере катарковского что на примере многих других бывших деятелей элит в этом смысле у него чутье хорошая поэтому я думаю что ситуацию он держит пока держит под контролем но если что-то и может поменяться в нашем богу спасаемым отечестве то с помощью опять же военного переворота не с той стороны где он ждет то есть это не будет шайгу это не будет бортников это не будет кто-то еще кто на первом плане это будет какой-то там малозаметный человек на которого даже владимир путин не обращает внимание а претензия моя я с тобой абсолютно полностью согласен я просто я считаю что раскол в элитах то у нас на данный момент как раз есть потому что количество людей которых но я лично знаю во власти находящихся до которые в ужасе от происходящего точки зрения войны она сейчас зашкаливает я честно я думаю что на самом деле большинство людей которые сейчас находятся во властных структурах в общем они реально это не поддерживаешь они видят в этом для себя там опасность и так далее просто важно то что ты говоришь что нету лидера ближайшем приближение в ближайшем окружении путина так конечно на любой человек у которого голова на плечах есть он понимает что путин ошибся путин это хуже чем преступление это ошибка как теле иран говорил преступление само собой но он и но он же еще и проигрывает а вот этого ему точно не простят но что вот эти люди с которыми ты знаком или я знаком что они могут сделать и у них не так уж много возможностей у них нет доступа к телу даже если они были готовы использовать шелковый шнурок или гантелю или табакерку их просто к нему не подпустят поэтому да раз я бы я бы говорил что раскол не есть но начинается есть признаки формирования этого раскола а но я не договорил потому что проблема в том что нормальных условиях нормальной стране есть совершенно другие нормальные механизмы смены власти они называются свободные честные выборы так вот владимир путин эту света возможности у нас у страны украл он ее уничтожил и никто из его ближайшего окружения ни на секунду уже не допускает что власть можно поменять с помощью выборов потому что они не верят в эту процедуру они прекрасно знают на личном опыте что тот кто контролирует вертикаль тот и получает те результаты на выборах какие ему надо если контролирует лукашенко лукашенко будет избран столько раз сколько ему надо с результатом 146 процентов или 82 процента в зависимости от его настроения и в туркмении так и в черчне так и в днр лнр так и в россии так а соответственно надеяться на то что можно поменять владимир владимировича путина в качестве президента с помощью нормальной электоральной процедуры нет ровно никаких оснований и соответственно никто из этих из его приближенных не согласится отдать свою судьбу в руки избирательной комиссии чтобы там решили кто самый популярный к и кому и править а это значит что выход из этой ситуации может быть только через как александр сердеевич пушкин сказал через удавку то есть пусть путин сказал что власть в россии есть самовластия ну или система власти есть самовластие ограниченное удавкой он это приписал как бы жордж сант но похоже что он сам придумал эту формулу так вот удасты и только поэтому если путина кто-то и уберет то это будут скорее всего люди которые сумеют использовать удавку по назначению и я вовсе не уверен что это будут люди намного лучше владимира путина психология у них будет примерно та же самая и это может быть даже хуже чем у владимира путина потому что они могут решить что он был слабоват жидковат и надо действовать пожестче в этом смысле ужас безысходность той политической модели которые нам подарил владимир владимирович путин это катастрофа для моей страны да и в общем-то для и для всего окружения моей страны тоже потому что она превращается в огромную чечню или в огромную туркмению на протяжении нашей любимой российской истории как вот эти самые лидерские центры они возникали очень быстро и мгновенно ну то есть там февральская революция в общем имела все черты там верхушечного переворота и у самой по себе революции как революции там у этого переворота лиц-то особенных не было да то есть не называть же там князя львова там значит каким-то народным лидером да то есть вот это скорее ну кого-то надо было найти кого-то и нашли а те кто там занимался непосредственно организации там гучков и так далее они в общем там ну мало того что они стояли в тени они еще очень быстро сошли реально с политической арены и новых лидеров сама революционная волна вынесла наверх там керенске а потом большевики которые вообще были не при делах да то есть была абсолютно маргинальная секта которая семнадцатом году и можно сказать как политическая сила не существовала ни никаким образом тем не менее они очень быстро вытащились до в центр общественного внимания и я думаю что в современной россии именно в силу того что путин настолько сильно провел зачистку всего и вся может произойти то же самое может навальный сыграть эту роль а может и не навальный а может там какой-то другой лидер который проявит себя непосредственно в момент каких-то потрясений именно поэтому и интересно вот поймать тот самый момент при котором вот эта система начнет разрыхляться шататься внутри себя что обвал ее произойдет одномоментно ну на самом деле мы как раз этот момент и переживаем все-таки русские люди не совсем идиоты идет я смею думать что и мы с тобой не совсем идиоты да и скажем представитель региональных элит тоже понимают но не говорят что владимир владимирович путин загнал страну в тупик об этом же думают бизнес элиты им это более чем понятно после того против них ввели санкции и об этом же думают силовые элиты и теперь вопрос только в том когда накопится так называемая критическая масса чем жестче эффективней удачней будут вести украинские войска боевые действия против путинских войск я не хочу их называть русскими я понимаю что на украине все называют русским не денешься да так оно есть но там указывает христа грозе в который провела анализ этих 8 непропорциональное количество разных этнических меньшинств в россии потому что там славяне наверное считаются недостаточно благонадежными то есть для того чтобы воевать просто меньше физически просто среди молодежи гораздо больше людей из национальной провинции потому что там высокие темпы рождаемости этнически русские в основном живут в городах три четверти а в городах в семье ну один-два ребенка у тебя сколько детей вот у меня двое я знаю очень мало городских семей которых больше двух детей а на селе а село у нас главным образом сейчас национально национально-республиканское в чечне в дагестане в ингушетии детей по 5-7 человек ну и понятно и поэтому рекруты в основном оттуда но дело даже не в этом дело ведь не в нациях дело в том дело в армии кто эта армия организует и как она воспринимается в украине она все равно воспринимается как русская крути не крути российская но я называю путинской потому что нормальная российская армия до полицейских функций не унижалась в советские времена но бывало да это это на то были специальные войска нквд там внутренние войска а все-таки так вот с бабами воевать и роддома разрушать это не приветствовалось российским скажем так дмитрий я очень извиняюсь мы с тобой перебрали все возможное время у меня значит делает страшные глаза наш друг петр залмаев который будет говорить с максом трудолюбовым которого ты тоже хорошо знаешь тобой безумно тобой безумно интересно и я очень надеюсь ты к нам еще придешь в эфир будем тебя обязательно звать с нами был дмитрий орешкин на российский политолог социолог мыслитель